С самого начала экономическая политика в Крымском улусе-юрте, а с 1428 года в Крымском ханстве, ориентировалась на экспорт собственного сельскохозяйственного сырья. Степная часть полуострова, как нельзя лучше, подходила для выращивания высококачественной пшеницы и некоторых других зерновых культур. Поэтому жители степи Нагайцы, которые занимались животноводством, стали осваивать новую отрасль хозяйства хлебной зерновой культуры. Крымская пшеница стала главным продуктом экспортируемого товара с середины XIII века. Купцы из кофинских генуэзских колоний закупали у Нагайцев зерно по более низкой цене, а после перепродавали его в Европу. Важным продуктом, солью, была богата крымская страна. О ней еще в середине XIII века писал путешественник Вильгелем Рубрук. Позже османский путешественник Кавлия Челеби не смог обойти вниманием соляные озера, являвшиеся к тому времени ханской собственностью. Крыму в XV веке была выведена особая порода овец, чей жир высоко ценился. Путешественник Барбаро выражал свое удивление этой породии, очевидно, курдючной овце. Кроме овец, в степной части ханства был распространен крупный рогатый скот и птица. Нельзя обойти вниманием крымских двукорбых верблюдов, которые весьма оценились благодаря своей породистости. Один такой верблюд стоил 25 дукатов. С давних времен пользовался известностью крымский южнобережный табак. Изначально табак выращивался только для нужд крымского населения, но к XVII веку, когда он стал пользоваться популярностью, его посевы возросли. Постепенно улучшалось качество семян, некоторые из которых доставлялись из Стамбула и других азиатских провинций Османской империи. Работали в ханстве ильноткацкие мастерские, очевидно, довольно крупные, так как льняные ткани и пряжа вывозились за рубеж. В меньших количествах из крымского ханства экспортировались такие товары, как кожа, чрезвычайно ценившаяся в Средиземноморье. Об этом свидетельствуют нотариальные акты XV века, а также мед крымских серых пчел из деревни Османщик, считавшийся лучшим во всем Крыму. Он доставлялся не только ко двору крымского хана, но и к столу османского султана. Из меда делали сладости, использовали в медицине, применяли в косметике, а воска хватало для четырех крупных крымских свечных заводов. Конечно же, основа крымской экономики – это заслуга местного коренного населения. Крымские татары занимались как животноводством, земледелием, садоводством, виноградарством, рыболовлей, так работали в различных добывающих и обрабатывающих отраслях. Вели активную торговлю. Крымское ханство процветало, обеспечивая свое население всем необходимым, как местного производства, так и заграничными товарами. То есть экономическая основа для расцвета крымско-татарской культуры была создана самими же крымскими татарами. Субтитры создавал DimaTorzok